Продолжение следует... 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 Уважаемый Александр Юрьевич, Вы декларировали в своем докладе, что состояние гиалинового клеща зависит от белково-продуцированной функции клеток, в том числе и рифософии. Я считаю, что это нужно доказывать. Левок синтезирующий брак клетки уже месяц лет, и любая белково-продуцирующая функция клетки давно известна. Тогда положите. Рибосома – это функциональная структура генциклины. Я шею повернул, у меня напряжение мышц произошло здесь. Вы не учитывайте состояние рибосомы. Каждый час, каждую минуту ее состояние меняется. И вот здесь я вижу слабость Вашего исследования. Спасибо за вопрос. Дело в том, что структура рибосомы постоянная, она не меняет. Белок синтезирующая функция клетки зависит от числа рибосомов. Вот если больше число, тогда белок синтезирующая функция больше. Надо доказывать. А число этих рибосомов как раз кодируется числом активных рибосомальных генов, которые мы изучаем. Соответственно, целеследование вовлеченность функциональной активности рибосомальных генов в патогенез первичного артроза. Такие возможности прогнозировать наступление самого генов в патогенез первичного артроза. Объясняет нам патогенез, знает патогенез хорошо, но можем и лечить тогда правильно. Вопросы, коллеги? Нет вопросов. Спасибо. Вам повезло. Вопросов мало. Александр Иванович, прошу. Я так беру, потому что Александр Иванович дружит давно уже, примерно лет 20, и знаем прекрасно работают друг другу. Итак, пожалуйста, Александр Иванович, вопрос, наверное, и по второму докладу по Фрагову, да, потому что Александр Иванович, он и руководитель у Фрагового, его научной работы. Есть работы? То есть вопросы? У меня вопрос. Вы сказали о том, что головки, которые вы подвергали испытанию, вы пескоструили. Да. Вы знаете, что пескостройка головки? Еще раз. А пескоструенные головки — это маленькие, это тонкие наждачки. Да. Если мы наждаком будем работать по полиэтилену, то, конечно, полиэтилен будет изнашиваться. Зачем? Наверное, я не сказал, полированная головка? Нет, Николай Васильевич. Мы специально на пескострующей головку, чтобы провести исследование в краткие сроки. Мы задействовали лаборатору медицинского СССР. Понятно. И получили износ производителя. Понятно. Поэтому была разработанная методика. Мы моделировали. Для чего это сделали? Для того, чтобы получили износ в кратчайшие сроки. 64 выхода оригинальных. Понятно. Понятно. Особенно. Вы исследовали закройки и получили износ. И мы исследовали площадь, не глубину, не объем, а площадь ее смещения. С учетом углов диклинации в полиэтилене. Иван Иванович, но понимаете, в норме мы не используем головки, в которых самая шершавая головка. Если шершавая головка, это противопоказание к ее использованию. Мне кажется, это, наверное, не совсем будет логично. Второй вопрос. Исследовали условия сухих трения? Однозначно. Однозначно. Тут тоже, как говорится, есть маленький минус. Почему? Потому что в природе, в организме эндопротез находится во влажной среде. Там синонимная оболочка есть. Это то, что всегда, с чем я спорил, с Гаврюшенко. Потому что его результаты всегда отличались от результатов зарубежных исследователей, которые проводят испытания в основе эрингер-блока или в сыворотке бычей сыворотки крови. Тогда они ближе к показателям или к условиям функционирования эндопротеза суставов в человеке. Вот, может, после этих замечаний Ваших, он предложил смазывающийся эндопротез? Ну да. Он предложил такую смазку интересную, которая не работает, к сожалению. Это бывает такое. Есть такой еще вопрос. Вот Вы брали 0 градусов, да? 0 градусов чашки. Потом 10, потом 20. 10, да. Чем Вы руководствовались? Мы руководствовались обратно. Существует рентгенологическая классификация по данным МРТ-исследованию, по средам МРТ-исследованию больников с антрозом, международной рентгенционной контрактурой. Вот. И мы исследовали эти середы на большом расследовании. Мы отработали свою рентгенологическую классификацию рентгенционной контрактуры. Есть клиническая классификация, есть рентгенологическая. Вот. При отсутствии рентгенционной контрактуры норме инклинации, опять же, по нашим данным, которые попадают в температуру, соответствуют 66 градусов. Мы это приняли за норму. В 56, то есть появляется рентгенционная контрактура, 10 градусов, мы дали им 12-10 градусов и так далее. То есть мы от клиники перешли на эксперимент. Александр Ильич, может быть, я неправильно помню, но я знаю, что вот эндопротезы, чашка, ноль градусов – это вертикально. Потом 10, потом 30, 40, 60. Их 90 горизонтально лежит. Понимаете, если ноль брали, ноль – это фактически головка вывихивает, вывихнутая головка. В норме такого, то есть предопрактически не бывает. Если это поставить, то человек или не умеет делать, или просто нестабильность чашек. Наверное, я бы, если проводил исследования, наверное, логично было бы поставить это под 20 градусов или 10, когда чашка стоит вертикально, и норму поставить, сравнить в норме, что происходит и что происходит при, скажем, более вертикальном состоянии. Мы вот с Валерием, впрочем, так-то перебросились. Мне кажется, что вот это было бы хорошо. Вы поправите сразу. Вот пренебральные установки столько-то, а прибральные столько-то. Ведь вывод, главное, именно в этом суть. Правильно? Трудно спорить с мастином, уважаемые уведенны, конечно. Но я буду оставить свое мнение. Почему? Потому что мы получили те результаты, которые, в общем-то, не то что ожидали, но ожидают. И мы опять же пришли от клиники под норму, под норму существующей. Да, норма, скажем так, инклинации тазобедренного сустава нормальной составляет 66 градусов. Но мы приняли ее за 0. За 0 приняли. Почему нельзя было назвать 60, так она есть? Ну, 60, если норма, мы возьмите 60 на заряд. Тогда трудно будет воспринимать эксперимент. Наоборот. Вот сейчас то, что нам рассказали, это сложно. 0 градусов. Вот коллеги, ну, все, наверное, кто занимается адепротезированием скажут, 0 градусов на чашке вертикально. Как они измеряли там? Непонятно. Значит, последнее заключение, чтобы не отвлекать ваше внимание. В нашем материале существует такой раздел, как клиника биомеханическое соответствие, скажем так, степени ракционной контрактуры клинической, рентгенологической и углов инклинации в экспериментальном модуле. Проведено от клиника рентгенологическая и биомеханическая соцпет в 2 е, 3 показания. И это все различно. К сожалению, наверное, это наше упущение, что в этом разделе есть представление. Тогда было бы понятно. Хорошо, спасибо. Еще вопросы, коллеги? Пожалуйста. Дизайн эксперимента понятен, выводы абсолютно обоснованы. Дизайн понятен, выводы обоснованы. Ну, перекликаясь с вопросом неправительства. Можно ли перенести эти выводы на ангопротекцию на забедренном суставе у человека? Вот то, что вы сделали в опыте на... Это в плане клиника биомеханического соответствия. Спасибо. Спасибо, Игорь Михайлович. В общем-то, это, по сути дела, и являлась целью нашего исследования перенести. Но согласно вот литературным данным, найденными знаниями, мы это можем сделать. Причем, вот я говорил о достоверности модели. По нашему мнению, она является достоверной. То есть теоретические знания и полученные исследования, данные, они соответствуют. Мы не изучали степень износа полиэтилена. Мы изучали площадь износа. И целью нашей была получить износ полиэтилена в кратчайшие сроки. Мы его получили. Получили участок. А потом мы изучали его распределение по внутренней поверхности с учетом угловки в 12-й срок паре 3. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Владимир Владимирович, я первый раз слышу Ваше сообщение. Поэтому у меня возникли вопросы к Вам. И к доктору Хролову. Можно, чтобы Вы ответили за него? Ну, Вы пока мне задавайте. Хорошо. Вот первый вопрос. Вы говорите, что модель совершенна. Но, мне кажется, вот Ваше утверждение, я дословно записал, ротаторные бедра нарушают, наружная конструктура за счет ротаторного бедра нарушает и ускоряет износ полиэтилена. Мне кажется, в Вашей модели должна быть совершенная конструктура наружная. То есть создана мышца, которая ретроагирована, то есть модель этой мышцы. Вот тогда эта модель, с моей точки зрения, будет достоверна. Вы согласны или нет? Да, я согласен. Спасибо. Второй вопрос. Если бы мы поставили совсем другие цели, у нас была другая. Нет. И, соответственно, наши цели мы и создали антитры. Ну, это прозвучало у Вас. Это Ваше утверждение. Второй вопрос. Не кажется Вам, что этот эксперимент должен быть хроническим? Все-таки человек в жизни, он совершает фрикции практически даже ночью. Я вот ночью несколько раз переворачиваюсь, уже говоря, на туалет выходим. То есть, возможно, что это вот автоматизировать эту систему? Я не буду говорить о фрикциях. Это движение. Это понятное дело, что эксперимент и жизнедеятельность организма, который он видит на аппаратах, это немножко, конечно, разная вещь, но только через эксперимент иногда возможно как-то моделировать и движение, и снижение сброса, и так далее, и так далее. Вы пошли по пути вот именно вот такого, Сергей. Я вот вопрос Николая Васильевича продолжаю. Уже ранее у него два лет. Недавно, в прошлом году, по-моему, была привлекована статья, где предлагается установка чаши под углом 60 градусов, специальным вкладышем. И цель этой установки, это как раз сократить износ полиэтилена и увеличить стабильность сустава. Почему Вы не проводили в своем эксперименте исследование под углом 45 и 60 градусов? Это совсем другие исследования. Почему? Мы провели и это проводили, и это учитывали. Но они в наше исследование, данный материал, они не вне исследования. То есть у нас там было много групп и подгрупп. Мы о них сегодня не говорим. Спасибо. Спасибо. Еще вопрос? Еще вопрос. Я просто маленькую реплику такую. Когда-то я абонировал работу Абельцева. Вы знаете прекрасно. Владимир Петрович, мой друг. И он оценивал результаты эндопротезирования у больных диспластическим коксатрозом. И по Харису, кто занимался, это идет от нуля, это плохой, и 100 баллов, это самый лучший. Он взял наоборот. Взял 100 самый плохой и 0 самый лучший. И вот когда начались дискуссии, вот как ты считаешь, мы говорим там 40 градусов, значит 40 это хорошо или плохо. Начинаешь пересчитывать. Вот понимаешь, а значит, дело в том, что ты примерно то же самое сделал сейчас. Вот там 60 градусов взяли за 0. А там где будет 0, вы взяли там за 60 градусов, понимаешь? И вот это будет путаница. Мне кажется, не надо от этого отходить. Вот принято, общепринято. И тогда поймут быстрее. Люди будут знакомы с этим. И соответственно вопросы будут такие же задавать. А то, что пескоструйная головка, ну я считаю, что это эксперимент. Нельзя переводить его в организм человека. Я имею ввиду данные. Почему? Потому что можно взять шероховатость больше. Политена еще больше будет изнашиваться. И понимаете, в норме такого не бывает. Если вы взяли полированную головку и нормально работали, тогда понятно, это близко к тому, что происходит в суставе. А с этим я боюсь, что вас могут не понять. И не только здесь, но и в научном мире. Я имею ввиду тех, кто занимается этим. Гаврюшенко, еще раз повторяю, Николай Васильевич, он великолепный экспериментатор. Но он иногда предлагает свое то, что не согласуется, я скажу, с международными данными. Вот это обидно. Потому что возможности у него есть великолепные. А вот чистота эксперимента и правильность эксперимента, она у него не всегда бывает, скажем, правильной. Вот такие мои, может быть, пожелания вам. Кто-то еще может быть? Пожалуйста, вот, коллега. Вот продолжение вашего разговора, Александр Иванович. Я считаю, что в этом эксперименте как-то ушли от угла антиверсии. В силу своей невнимательности, может быть, я принял это в начале углы антиверсии. От 0, 10, 20, 30, да. А в конце концов оказалось, что это совершенно другое. И поэтому, если уж о чистоте эксперимента говорить, то угол антиверсии тоже нужно учитывать, по-моему. Как Вы считаете? Спасибо. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Скажем так, в тазобедренном суставе есть угол инклинации чашки или пальцев. Пальцев тазобедренных суставов 10-12 градусов. 10-12 градусов, да? Абсолютно верно. Абсолютно верно. Но заметьте, а почему Вы не задаете вопрос по, скажем так, инклинации шейки и головки бедренных? Так вот, и так, и так инклинация в норме дают 66 градусов. Я вот хочу с Вами не согласиться с Виктором Петровичем. Александр Иванович прав. Что здесь не имеет значения вот антиверсия. Ведь эксперимент направлен именно на то, чтобы определить издоз, мне кажется, в данной ситуации. У нас только на кончашке. Ведь это при нагрузке имеет антиверсия значение. Когда нагружается нога. У него в модели нога, то есть его ножка модель не нагружалась. Поэтому я на стороне здесь Александр Иванович. Понятно, Вы фрикцию не учитывали. Еще вопросы, коллеги. Или кафебрейк. Я предлагаю дискуссию перенести в зал, где кафебрейк будет проходить. Всем приятного аппетита. С вполне serious. Поэтому. Если на полной пароль прочь. Это была не мне цифра скорой. hareiblical прав. Все. С чего это главное? Продолжение следует...